вторая часть после ритуала обращение к высшему суду неба чистилище и бездны на первую же был расклад что ответили это кто по серьезному вопросу серьезным кто ко второй части обращался был вначале расклад поменяли ли судьбу потом две части ритуала потом первая часть диагностика вторая диагностика что ответили на вторую часть вам трактовать тут будет бессмысленно по значениям потому что я буду говорить что мне передают но исходя из этих карт в общем-то я буду напрямую просто говорить что они решили что передали время уже прошло это мне уже голос сел всегда от контакта ужасно садится голос ужас просто так как всем нельзя рассказать в мире по вариантам 1 4 вверху с 5 по 8 2 ряд из 9 по 12 третий ряд выбирайте ваши варианты начиная с первого какое они решение приняли что они ответили первый вариант 11 аркан сила перевернута туз жезлов перевернуты до вам выплатят выплатят то что вы потеряли но вам придется много работать до конца жизни и за счет робота к вам вот приходить к блага но это не будет легко не просто придет вы заработаете но вам откроет работу возможность для этой работы кем бы вы не были вам открывается возможности работать и все восстановить заработать хорошую репутацию 0 оправдать то что было испорчено и восстановиться мгновенно это не будет но уже в течение года у вас пойдут результаты туз жезлов единица это 11 аркан и за 11 лет вы восстановите то что вы утратили такое вот решение первый вариант но взамен вы будете всегда работать до конца жизни этой две перевернутых карты вы должны отработать потому что они все так просто и не так все просто кажется такой вот такой первый вариант но зато у вас будут силы на это вам дадут силы еще помимо и вы их сохраните до конца это ваша реальная компенсация что вы сохраните до конца жизненные силы вот вам это будет действительно компенсация немножко в другом и не так как вы хотели но это компенсация жизненные силы до конца жизни такой первый вариант мы переходим ко второму второй вариант император перевернуты и семерка жезлов прямая вас лишили дома и семьи такой какой вы заслуживали утащили у вас по краднику вам сила делает предложение вы должны выбрать что вы предпочитаете вернуть то или другое потому что вернут одно вам дается 7 месяцев на размышление что вы больше хотите вернуть свое положение имущества в обществе которая вам была заслужена или ваши отношения с близкими хороший дом получите в одну по решению суда это не закрывает вас зарабатывать самим и что-либо делать но это речь идет о компенсации за то что у вас украли половину вам вернут но не общую половину или то или другое решить вы должны сами и что вы решите то и получите но вы должны это озвучить и озвучить в другом ритуале что вы выбрали у вас на размышлении 7 месяцев если вы не выберете то сила выберет за вас но это не значит что вам понравится выбор так же как и решение но другого нету так решил суд и так он будет вот такой второй вариант и мы переходим к третьим третий вариант двойка жезлов перевернутом рыцарь жезлов прямой у вас была порча на личную жизнь ее вам убирают вот во все остальное суд вмешаться не будет он у вас забирает порчу на личную жизнь и ставит блок так что больше вам ее не испортят и у вас есть шанс вернее не шанс а все возможности исправить все что вы потеряли потерянных лет вы не вернете но порчу не зато не одиночеством снимать не придется дальше все по вашему выбору и как вы захотите как вы решите вы свободны от этого и можете поступать как вам нравится и как вы сочтете нужно вот такое решение сюда высшего вот такой третий вариант больше остальное ваша просьба силы вмешиваться не будут но это они сделают из вашего списка выбрана вот это это сделано на этом мы закончим четвертый вариант восемнадцатый аркан луна перевернуты шестерка кубков прямой у вас забирают врагов и возвращают вам радость жизни вашу удачу вашу радость ваше счастье ваше кубки наполнено и вы встретите человека который будет вам близким вот такое решение вас забирают врагов забирают тот чего лишало вас радости жизни и счастья ведь не тут даже пенится как водопадом водопад там прибыли в данном случае это прибыль счастья прибыль удачи прибыль в личную жизнь в семью того кто вам реально станет близким и и кто вас не бросит и ваши страхи опасения что было повторится теперь останутся только в вашей голове по перевернутой луне это не вернется то что было оно ушло оно действительно ушло луна тут перевернута это уже решил суток вам спешит ваши наполненные кубки водопадом водопад это она большой удачи но больше всего это касается вашей удачи и вашей радости вашей личной жизни этого он возвращает радость жизни не у вас будет силы это и время насладиться и спит в жизни вполне такое четвертый вариант и переходим к пятому пятый вариант 14 кан умеренность перевернуты девятка мечей перевернута у вас забирают горе и лишение нужду большую не будете так страдать и так переживать у вас забирают горе сильное которое не дает вам оправиться но год вы оправитесь или от горя или от тяжелой болезни вы сможете вернуться к нормальной жизни из тисков вас перестанет донимать это боль и это горе обстоятельства которые не вас так мучили исчезнут вам это не компенсирует на виде компенсации забирают обстоятельства которые вас мучили но всегда эта ситуация больше не повторится у можете не бояться можете не переживать вы живете в шоке что повторится горе она не повторится но уходит у вас это заберут и вашу девятку которая вас мучает и ваша умеренность которая вас держит как в тисках она вас ограничивает это требует от вас сверх сил больше чем вы можете себе позволить это разрушает ваше здоровье и это у вас забирает вот такой пятый вариант переходим к шестому шестой вариант ту спинтакли перевернутой шестерка пентакли прямая вам вернут недвижимость выплатят недвижимость и выплатят доходом не очень большим по шестерке но постоянным в виде компенсации вы получите недвижимость ключ и вы получите постоянный доход ровный шестерка вообще это ровный доход не очень большой по пентакли вы получите недвижимость вашу проблему компенсирует недвижимость но не мгновенно потому что ту спинтакли перевернуты это не говорится что она будет хуже или скромнее но через год вам начнут выплаты некоторые получат дохода вы получите очень хорошую недвижимость это будет ваш шанс который всегда сбывается по постановлению суда всегда все происходит как бы маловероятно это не было это будет недвижимость о которой вы мечтали вы ее получаете в компенсацию к сожалению вернуть вам здоровье полностью невозможно но сила у вас будет и пойдет она не будет ухудшаться она будет стабильным и даже пойдет на исцеление но вам дают доход 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 и двое пентакли причем один очень сильный туз пентакли вам дают довольно обеспеченную жизнь и возможность состояться в обществе и в социуме вот такой шестой вариант в вашем деле все самое положительное это ревкость но вашу всю пользу решилась полностью и вам выплачивают компенсацию и говорится что эти обстоятельства которые вас мучили они не вернутся как ключ сейчас падает вниз так эти все обстоятельства исчезнут из вашей жизни именно поэтому выплата задерживается потому что убираются обстоятельства на это тоже нужно время чтобы это никогда не вернулось вот такой шестой вариант но он благоприятный очень самый наверное пока благоприятный все в вашу пользу это редкость сто процентов вот на этом все мы переходим к седьмому седьмой вариант жрица прямая король жезлов прямой ну у вас все хорошо все в вашу пользу решилась вы получите знаниями и карьерой у вас будет хорошее положение в обществе это не личная жизнь но все что в социуме у вас сложится и очень легко то что вы хотите подняться в жизни и получить знания вы получите знаниями по жрице и реализации жизни по королю жезлов а король жезлов он всегда успешный в обществе он успешный он престижный вы получите и еще король жезлов много работ так что вам придется работать но он и зарабатывает и плюсом как уже сказали что получите знания и довольно хорошее по жрице и вы не будете так нуждаться в личной жизни и впрочем в очень близком контакте что жрица что король жезлов они в этом не очень нуждаются вы получите то что вы хотите самореализацию это основное что вам дарят вам дарят взамен самореализацию вы реализуетесь то что вы хотите вы реализуетесь Такой седьмой вариант. Это вам дают самореализацию. А какое, ну, достаточно подробно объяснили. На этом все. Переходим к восьмому варианту. Восьмой вариант. Туз кубка в прямой. Двойка жезлов прямая. Вы получите напарника, друга, единомышленника, в котором пойдете по жизни. Люди будут поддерживать ваши проекты. Вы получите хорошую семью и хороший дом. Это по суду силы. Это всегда исполняется. Это всегда бывает. И вы это вскоре обретете. Это будет вам компенсация. Вот вам такая компенсация назначена. Хорошей семьей. Недвижимость и единомышленник, партнер, друг. Нужно быть и супруг, с которым вы вместе работаете. Супруга. Но это единомышленник прежде всего в деловой сфере. По двойке жезлов. Вот такая вам компенсация. И по тузу кубков ваше здоровье улучшится и жизненные силы тоже. Этого возвращает. Восьмой вариант. То, что вы утратили, вам компенсирует этим. Такой был суд. И он так постановил. Так что, очень хороший вариант. Вам был помню. Не очень большая удача. Это редко так много возвращает. На самом деле, это бывает редко. Вот такой восьмой вариант. Переходим к девятому. Девятый вариант. Пятерка жезлов. И восьмерка мечей. А из вашей жизни забирают всякие неприятные бумаги, неприятные встречи, обвинения, злые слова, клеветники. Они замолчат и исчезнут из вашей жизни. И по восьмерке мечей это будет очень быстро. Неприятные ситуации всякие исчезнут из вашей жизни. И это вот очень быстро, как по лезвию ножа просто пройдется ситуация. Как хорошо наточенный меч разрубает шелковый платок, так и ваши все неприятности просто их подрубят. И они исчезнут. И вы займете свое прежнее положение. Если у вас были неприятные люди, они исчезнут. Если у вас была неприятная ситуация с бумагами, с документами, она исчезнет. Это разрешится в вашу пользу. Вот что постановил суд. То, что было в прошлом, неприятное, связанное со словами, с доносами, с письмами, с бумагами, с обманами. Это вас забирает. Это ваша компенсация по постановлению суда. Это все в вашу пользу. Но это исчезла и навсегда и никогда не вернется. Вы только можете по новой все это заработать, как бы с негативной стороны обрести. А старое заканчивается от страдания. На этом вот все. Мы переходим к десятому варианту. Десятый вариант. Король мечей. Прямой. На некротару. И шестерка жезлов перевернута. У вас не будет смерти в доме. Он компенсирует тем, что или вы, или ваш близкий не заболеет раком, или аналогичной болезнью останется жив. Если вы тем, что случилось, суд решает вашу пользу, он сохраняет. Или вам, или вашему близкому, в зависимости от обстоятельств. Кому как, вы сохраните жизнь. Это даже не исцеление, а именно сохранение жизни. И это очень дорогой подарок. Его редко кому делают. И тут нужно будет серия ритуалов на эту тему сделать обязательно. Вы спасете себе жизнь или своему близкому. Он не уйдет. Это болезнь или рак, или аналогичная. У вас это забирает в компенсацию за то, что вы потеряли. Такое постановление вашего суда. Вы выиграли жизнь. А жизнь у человека самая дорогая. Все остальное поправимое. Так что, вот такой десятый вариант. А мы переходим к одиннадцатому. Одиннадцатый вариант. Он действительно по-настоящему интересный. Уникальный случай. И бывает очень-очень редко. Пятнадцатый аркан прямой. Причем на некроторо. Лучше пятнадцатый. И девятнадцатый аркан солнца перевернутые. Вы получите очень большой выигрыш в жизни. Великую удачу. Но не обязательно это удача в лотерее. И покупать билет, если вы до этого не выигрывали. Не стоит так спешить. Но вы получите огромную удачу и огромный выигрыш. И плюс вы получили покровительство и темных, и светлых сил. Что тоже бывает очень редко. Крайне редко. И в реальности силы покровительствуют только трем, скажем так, способностям, трем профессиям. Но в любом случае, к чему бы вы не принадлежали, маг вы или нет, в науке вы или нет, не имеет значения, вы получили покровительство и помощь высших и светлых сил. И плюс вы получили выигрыш. Ну, такой вариант бывает один из миллионов. Сотен миллионов. Единый миллиард. Ну, вы его получили. Вы получили намного больше, чем утратили. Так что забудьте о всех своих утратах. О всех своих неудачах. Это, поверьте, мелочи по сравнению с тем, что вам сейчас выпало. Вы обратились, вас заметили, вам выпало. Выпал шанс один из миллиардов. Вы его поймали. Вы поймали прямое покровительство сил. Солнце это светлое и пятнадцатый аркан темные силы. Вам они покровительствуют, они к вам благосклонны. Не смотрите, что солнце перевернуто. Тут как бы идет наоборот. Должен быть перевернут пятнадцатый, а солнце прямое. Это говорит, что к вам они будут по-другому относиться, чем обычные, как должны ко всем. Вы поймали жар птицу. И то, что вы утратили, это мелочь по сравнению с тем, что вы приобрели. Вот такой одиннадцатый вариант. Переходим к двенадцатому. Двенадцатый вариант. Семерка кубков перевернута. Десятка жезлов прямая. Ну, успех вам возвращает то, что вы утратили, и дают вам десять успешных лет в жизни. Десять лет успеха. Взамен того, что вы утратили, вам дают или десять успешных лет, или достижение вашей цели, вашей карьеры, вашей социальной жизни. И при этом довольно неплохое обеспечение по десятке жезлов. Жезлы, конечно, не динарии богатства они не принесут, но они принесут успех и достойную жизнь. Крадников вам дают успех и реализацию, забирают от вас крадников. Крадников по наличную жизни, и на счастье, и на радость, и на недвижимость. У вас были крадники, но он возвращает успехом, достижением цели и достойным положением в обществе по десятке жезлов. Это очень благоприятная карта, но это не богатство, которое с неба свалится, вы его будете зарабатывать, вы будете подтверждать делами, но это очень вам дают успех. Очень тоже хорошее решение, но в вашу пользу полностью. Это не такая удача, которая сваливается, вы это зарабатываете, вы это заслуживаете, но вам везет, вам открываются возможности, вы идете вверх, вы реализуетесь в социуме. Вот такой двенадцатый вариант, тоже хороший. Вот на этом как бы все.